Евангелие от Матфея 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 Иисус, воззрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». В сегодняшнем евангельском чтении повествуется о богатом юноше, который приступил к Господу Иисусу Христу с вопросом о том, как достигнуть спасения жизни вечной. То уже замечательно, что вопрос задает человек, от которого по его возрасту, богатству и положению в обществе, Евангелист Лука называет его князем, легко было ожидать стремления лишь к удовольствиям этой временной, земной жизни, а не искания жизни вечной. И пришел он ко Христу не с намерением искушать его и уловлять в словах, но действительно с целью получить наставление. Мы читаем у евангелиста Марка, что он спрашивал с коленопреклонением. Видимо, его не удовлетворяли наставления других учителей праведности. И он искал иного, более высокого учения. Господь, отвечая ему, прежде всего поправляет его. Он говорит, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Он не хотел этим сказать, что он не благ. Блаженный Феофилакт болгарски поясняет. Спаситель как бы говорит ему, если ты называешь меня благим, считая в то же время за обыкновенного учителя, то ты ошибаешься. В действительности никто из людей не благ. Ибо, во-первых, люди легко уклоняются от добра. А во-вторых, самая доброта человеческая в сравнении с благостью Божией не более как злоба. Совершенно поистине благ один только Бог. И необходимым первым условием спасения является, по слову апостола, вера, всецелая уверенность ума и сердца, что Иисус Христос есть истинный Бог. Итак, говорит Господь, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди закона. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Все это сохранил я от юности моей, ответил юноша. Ответил так не из тщеславия и хвастливости. Не неприятны были слова его спасителю. У евангелиста Марка мы читаем, что Иисус, воззрев на него, возлюбил его. Он не почитал себя, докончившим дело своего спасения. А думал, что сделанного им еще недостаточно к получению желаемого, замечает святым Златоуст. Поэтому он спрашивает, чего еще не достает мне? Так сильно было его желание спастись. Христос, сердцеведец, прозрев в просившем наставление тайную страсть, привязанность к богатству, указывает, чего ему не хватает, чтобы быть совершенным. Ему должно было освободиться именно от этой страсти, которую апостол Павел справедливо именует корнем всех зол. Впрочем, чтобы привлечь юношу, Господь, предлагая ему заповедь трудную, указывает и на награду за ее исполнение. Он говорит, продай имение свое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Раздай все, не оставляя у себя ничего, даже под тем предлогом, что хочешь постоянно подавать милостыню. Потом, так как иные, хотя и милостивы, но ведут жизнь полную всякой нечистоты, замечает блаженный Феофилакт, Христос говорит, и приходи, следуй за мной. То есть имей и все прочие добродетели, ибо тот, кто хочет идти за Христом, должен по слову его отвергнуться себя и взять крест свой, быть готовым на страдания и даже на смерть. До этого момента юноша, старавшийся исполнить заповеди, был любезен пред очами Спасителя. Но одно это предложение заставило его скорбеть, и, сравняв себя со многими богачами, он удаляется от Христа, показывая, что недостоин быть среди его учеников. Хотя он и желал спасения, говорит блаженный Феофилакт, хотя почва сердца его была глубокой и тучной, однако семя Слова Божия было подавлено тернием богатства. Иисус же сказал ученикам Своим, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Узы к пути, тесно врата, ведущие к спасению, и невозможно войти в них тем, у которых расширены прихоти, порождаемые богатством. Услышав это, ученики не для себя, ибо сами были бедны, замечает толкователь, но из человеколюбия для всех людей спросили, так кто же может спастись? Господь, отвечая, учит их измерять дело спасения не немощью человеческой, но силой Божией. Если бы этот юноша, усиленно просивший показать им путь к спасению, также просил Спасителя об исцелении сердца своего от страсти любостяжания, то без сомнения был бы исцелен. Как был исцелен богач Закхей, начальник мытарей, который пожертвовал половину имения своего и услышал слова Господа, «Ныне пришло спасение дому сему, ибо невозможное человеку возможно Богу». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok